NFC рабочий, как и гугл пей. Встроенные триггеры – закачаешься. Разрешение скромное, амолед с шимом. Корявый перевод – максимум процентов на 50. Не лучший сканер отпечатка пальца в экране. Разблокировка по лицу – работает, но плохо. И с закрытыми глазами разблокируют девайс тоже. Кулер рассчитан на работу в 330 тысяч часов, хотя по мне он до этого пылью забьётся. Always on display – конечно же на борту. Экран мега плавный – 144 герца. Накопитель UFC 3.1. И это, кстати, основное отличие от их прошлой модели 5G. Активное охлаждение на максималках работает как маленький ноутбук. Голый андроид моей мечты – оболочка Red Magic OS. Зарядка в комплекте на 18 ватт. Поддерживает телефон зарядку в 55 ватт. Предпоследний процессор Qualcomm 865, который немногим отличается от последнего 865+. На борту блютус версии 5.1, хотя есть уже версия 5.2. Сенсор экрана 300 герц, рамка из алюминия, есть ширик, макро, ужасная селфи камера на 8 пикселей. Камера, как и у большинства игровых смартфонов печальная. На уровне телефона за 130 долларов. Вы сейчас видите пример её съёмки в 4К. Мне не понравилось. Последние два обзора пытался на неё снимать. Никак. Вообще никак. Видео в 8К она снимает. Нет подсветки у крышки, как в прошлой версии. Стереозвук отличный. И такой странный дизайн под Человека-паука. Телефон прислал производитель прямиком из Китая. Без условий и техзадания. Учитывая перевод, я думаю, они официально его продавать в Российской Федерации не планируют точно. Все тесты производительности онлайн были на стриме по ссылке в правом верхнем углу. По записи в режиме онлайн долго и честно. Мобилка в играх просто зло. Аж глаза слезятся, как классно и плавно в неё играть. Но всё равно не так круто, как на айфон 11 про макс. Ну и на монитор выводить картинку через кабель – сомнительное удобство. Хотя играть первое время было интересно. Обсудим. Тьюб 653. Всем привет. Вы на канале польза нет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей. Там всегда море девайсов. Все розыгрыши проводятся на стримах. Стримы сохраняю. Розыгрыш 30 числа каждого месяца. Подробная информация вся в описании. Подписывайтесь с лайком. Пишите что ещё купить для обзора. А сейчас основное про самый топовый на данный момент игровой смартфон – Nubia Red Magic 5S. Пакинг. В принципе без претензий, но могли бы придумать чего поинтереснее. Прошлая коробка была похожа. Внутри – силиконовый чехол, который делает этот огромный телефон ещё больше. Скромная зарядка на 18 ватт, которую быстрый, даже язык назвать не поворачивается. Телефон. Скрепка и документация. Из документации гарантийный талон и инструкция полностью на английском языке. И сразу. Кто не знаком с моим подходом – любой товар я стараюсь критиковать. Я не идиот и понимаю, что любой игровой смарт до 1000 долларов имеет ужасные камеры и греется как печка. Но это не значит, что это не стоит тестировать и об этом не стоит говорить. Итог для себя и для вас я всегда озвучиваю в конце ролика. Ну а сейчас основные факты. По зарядке – это ужас. На 30 процентов телефон заряжается за полчаса комплектной зарядкой на 18 ватт. На 100 процентов за 1 час 30 минут. Это конечно же сделано с задумкой. Дольше заряжаем, меньше гасим батарею. Она здесь кстати не скромная, а всего на 4500 мАч. А теперь магия. Поддерживает девайс зарядку на 55 ватт, которую конечно же нужно покупать отдельно, как и кабель. И если заряжать ей, то заряжается телефон до 100 процентов за 40 минут. Вуаля. И это учитывая, что в OnePlus 7T Pro была максимум зарядка на 30 ватт. А в будущем OnePlus 8T будет уже на 65. Но пока этого нет. При том, что на быстрой зарядке автоматически включается кулер устройства, и для этого девайс должен быть включён. Зарядка только по кабелю тайп си. Беспроводной зарядки у девайса нет. Реверсивные соответственно тоже. Охлаждение. Внутри серебряная пластина. Кулер максимум с 15 тысячами оборотов в минуту. Шумит как маленький ноут. Вблизи на 46 децибел, на расстоянии 10 сантиметров уже на 32 децибела. Шум не противный, да и играем мы всегда в наушниках. Плюс без игр кулер редко включается, и отключить его также можно программно. И довольно просто. В Antutu охлаждение включается автоматически, как только вы заходите в программу. Телефон не нагревался за время тестов ни разу. Рамка алюминька. Во время тестов у телефона внешняя температура была максимум 45 градусов. А теперь самое интересное. В режиме стресс тестов Antutu прожил он 2 часа 43 минуты, что очень достойно. В это время не лагал и не виз. Триггеры с частотой дискретизации 320 герц, и временем отклика в 2 миллисекунды. Я играю в 4 пальца, поэтому для меня переучиваться на них было немножко сложно. И разумеется не все игры поддерживают это дело. Главное PUBG уже работает. Да и в принципе поддерживаемых игр уже много. Настраивается это дело просто. Механическим переключателем на корпусе переходим в игровой режим. После этого добавляем игру и настраиваем всё под себя, включая нажатие. Функций вы и сами видите, что более чем достаточно. Трансляция на мониторы ТВ с телефона интересная штука. Защиты от влаги заявленный нет. И да есть ноутбуки с активным охлаждением, но с защитой. Но это не ноутбук. В слоте для сим карт кстати коннектор прорезинен, что хорошо. Симки конечно же можно вставлять две. Есть поддержка 5G. И разумеется место для карт памяти как в азусе здесь не предусмотрели. Зато есть миниджек. Габариты 168,5 мм на 78 мм на 9,75 мм. Мне в руке держать его удобно. Относительно остальных моих телефонов вы габариты примерно сейчас видите. Это хуавей п40 про, ван плас 7т про, редми ноут 7, редми ноут 8 про и 11 про макс. По мне форма данного телефона располагает к тому, чтобы играть. Сын от игрушек в восторге. Вес всего 220 граммов, что для игрового смарта более чем адекватно. Два варианта объёма накопителя на 128 и на 256 гигабайт. Жаль, что на 512 нет. Накопитель версии UFC 3.1 и это более чем круто. Тест вы видите сейчас. Оперативки 3 варианта комплектации 8, 12 и 16. У меня был аппарат на 8 гигабайт. Сканер отпечатков пальцев в экране. Работает плохо, как и разблокировка по лицу. Очуменный плюс для любого геймера – как я уже сказал мини джек. Скажем в задержке нет. Не шучу. Провода в играх рулят. Процессор snapdragon 865 и даже на минималках в антуту, под которые все производители упорно затачивают свои девайсы, даже мой самый скромный экземпляр на 8 гигабайт рвал всех. На стриме, который у меня недавно был по этому телефону, ссылку на который я уже давал, два раза подряд данный телефон показывал первый результат под 620 тысяч. Потом ещё три раза занимал шестое место. Уже перегретым. А вот троттлинг тест идеальным назвать нельзя. Я его тоже проводил. Но каждому решать для себя, что такое идеал и сколько за него платить. В играх как и всё фризило. В некоторых местах очень редко. Понятно, что через час игры. Но всё бывает, так сказать, идеальных вещей не существует. Даже айфоны лагают. Дисплей амолед на 6,65 дюйма. Разрешение 2340 на 1080. Экран 144 герца. И да, это всего лишь фулл ажди плюс. Но плавность игрушек просто захватывает. Рамки большие, плюс в карму, что экран ещё и не закруглён. Играть нереальный кайф. Операционка андроид десятой версии с оболочкой редмэджик ос. Всё в меру коряво. И нужно знать английский. Половина нужных вещей без перевода. Поддержка вай фай шестого поколения. Геолокация. GPS. Глонасс бейдоу. Основная камера на 64 мегапикселя от сони. Ширик на 8 мегапикселей. 2 мегапикселя это датчик глубины. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Ужасно снимает всё. На уровне бюджетников. Фронталка вообще смех и грех. А в 8к снимает вообще не ясно зачем и для кого. Лучше бы вожди сделали нормальную камеру. Примеры съёмки вы сейчас видите. Да можете прошлый мой ролик посмотреть на тронсмарт оникс эйс. Часть этого ролика я снимал как раз на этот телефон. Мне не понравилось. Тяжело было работать с изображением. У камеры конечно же есть всякие интересные режимы заманухи. Но после 4 пикселя и хуавей по 40 про это конечно печаль. Аудио. Стереодинамики. DTX и X ультра. Очень хорошо. Не хуже чем у топовых айфонов. В продаже две версии расцветки. Нет никаких подсветок. Как чистить данный кулер через год я понятия не имею. Может как в стационаре с сжатым воздухом. Но мне кажется идея это не очень. Круто то что есть доп гаджеты. Подставка с эзернет проектором. Кулер и даже наушники. Всё стоит не космос. Если интересны такие штуки пишите в комменты наверно куплю. Наушники очень хочу купить для обзора. Отличный такой конкурент рокфону третьего поколения. Не хватает по мне конечно же модификации ещё раз повторяю на 512 гигабайт так как карту памяти в этот телефон не вставить. Проц 865 вполне себе свежий. 865 плюс незначительно разогнанная его версия. Вибро не фонтан. Не знаю как там было в 5G. Но здесь суперским его точно не назвать. Хотя и совсем дешёвым тоже. Но не флагманский он. Заводская плёнка просто хлам. Сразу придётся снимать. Без плёнки отличный экран с олеофобочкой. Купить вы можете по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой. На алиэкспрессе кстати продаёт по моему продавцов 7 данный телефон. В россии он стоит по мне космос. Резюмирую. Топовый телефон для игрока. Весь обзор сдерживал эмоции сухими данными тестов. А по факту мобила не греется. Удобная. Заряд держит нереально долго. В играх ощущение как будто ты на приставке играешь. И я прекрасно понимаю любого, кто скажет за эти деньги можно суперскую видеокарту купить. Но обзор же про мобильный гейминг. И когда народ умные часы по 40 тысяч покупает. Неудивительно. Что говорить об игровых смартфонах. Мы все в плену игрушек. У каждого своя. Я в пабг часто в антистресс гоняю. И лучший по мне для всего это 11 про макс. На втором месте теперь ред мэджик. Ставьте лайк за труды. И пишите хотите ли обзор на Huawei P40 Pro, который я уже очень давно юзаю. Участвуйте в розыгрышах. Подписывайтесь с колоколом. Девайсу да или нет. Польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.